Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Аладдин и волшебная лампа В одном персидском городе жил бедный портной Хасан. У него были жена и сын по имени Аладдин. Когда Аладдину исполнилось 10 лет, отец его сказал «Пусть мой сын будет портным, как я» и начал учить Аладдина своему ремеслу. Но Аладдин не хотел ничему учиться. Как только отец выходил из лавки, Аладдин убегал на улицу играть с мальчишками. С утра до вечера они бегали по городу, гоняли воробьев или забирались в чужие сады и набивали себе животы виноградом и персиками. Портной и уговаривал сына, и наказывал его, но все бестолку. Скоро Хасан заболел с горя и умер. Тогда его жена продала все, что после него осталось, и стала прясть хлопок и продавать пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Так прошло много времени. Аладдину исполнилось 15 лет. И вот однажды, когда он играл на улице с мальчишками, к ним подошел человек в красном шелковом халате и большой белой челме. Он посмотрел на Аладдина и сказал про себя. «Вот тот мальчик, которого я ищу. Наконец-то я нашел его». Этот человек был магребинец, житель Магриба. Он подозвал одного из мальчиков и расспросил его, кто такой Аладдин, где живет. А потом подошел к Аладдину и сказал, «Не ты ли сын Хасана, Портнова?» «Я», — ответил Аладдин, «но только мой отец давно умер». Услышав это, магребинец обнял Аладдина и стал громко плакать. «Знай, Аладдин, я твой дядя», — сказал он. «Я долго пробыл в чужих землях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана, а он умер. Я сразу узнал тебя, потому что ты похож на отца». Потом магребинец дал Аладдину два золотых и сказал, «Отдай эти деньги матери. Скажи ей, что твой дядя вернулся и завтра придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин». Аладдин побежал к матери и рассказал ей все. «Ты что, смеешься надо мной?» — сказала ему мать. «Ведь у твоего отца не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя?» «Как это ты говоришь, что у меня нет дяди?» — закричал Аладдин. «Он дал мне эти два золотых. Завтра он придет к нам ужинать». На другой день мать Аладдина приготовила хороший ужин. Аладдин с утра сидел дома, ожидал дядю. Вечером ворота постучали. Аладдин бросился открывать. Вошел магребинец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Войдя в дом, магребинец поздоровался с матерью Аладдина и сказал, «Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат». «Вот здесь», — сказала мать Аладдина. Магребинец принялся громко плакать. Но скоро он успокоился и сказал, «Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда 40 лет назад. Я был в Индии, в арабских землях и в Египте. Я путешествовал 30 лет. Наконец мне захотелось вернуться на родину. И я сказал самому себе, «У тебя есть брат. Он может быть беден, а ты до сих пор ничем не помог ему. Поезжай и посмотри, как он живет. Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, что хотя мой брат и умер, но после него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец». «Как бы не так», — сказала мать Аладдина. «Я никогда не видела такого бездельника, как этот скверный мальчишка. Хоть бы ты заставил его помогать матери». «Не горюй», — ответил Магребинец. «Завтра мы с Аладдином пойдем на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам его в учение к купцу. А когда он научится торговать, я открою для него лавку. Он сам станет купцом и разбогатеет. «Хочешь быть купцом, Аладдин?» Аладдин весь покраснел от радости и кивнул головой. Когда Магребинец ушел домой, Аладдин сразу лег спать, чтобы скорее пришло утро. Едва рассвело, он вскочил с постели и выбежал за ворота, встречать дядю. Магребинец вскоре пришел. Прежде всего они с Аладдином отправились в баню. Там Аладдина хорошенько вымыли, обрили ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого Магребинец повел Аладдина в лавку. И Аладдин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду. Желтый шелковый халат с зелеными полосами, красную шапку и высокие сапоги. Они с Магребинцем обошли весь рынок, а потом пошли за город, в лес. Был уже полдень, а Аладдин с утра ничего не ел. Он очень проголодался и устал, но ему было стыдно признаться в этом. Наконец он не вылежал и спросил своего дядю. «Дядя, а когда мы будем обедать? Здесь ведь нет ни одной лавки, а ты ничего не взял с собой из города. У тебя в руках только один пустой мешок». «Видишь, вон там впереди высокую гору», сказал Магребинец. «Я хотел отдохнуть и закусить под этой горой. Но если ты очень голоден, можно пообедать и здесь». «Откуда же ты возьмешь обед?» удивился Аладдин. «Увидишь», сказал Магребинец. Они уселись под высоким густым деревом, и Магребинец спросил Аладдина, «Чего бы тебе хотелось сейчас поесть?» Мать Аладдина каждый день варила к обеду одно и то же блюдо – бобы с конопляным маслом. Аладдину так хотелось есть, что он сразу ответил, «Дай мне вареных бобов с маслом». «А не хочешь ли ты жареных цыплят?» спросил Магребинец. «Хочу», – обрадовался Аладдин. «Не хочется ли тебе рису с медом?» продолжал Магребинец. «Хочется», – закричал Аладдин. «Всего хочется, но откуда ты возьмешь все это, дядя?» «Из этого мешка», – сказал Магребинец и развязал мешок. Аладдин с любопытством заглянул в мешок, но там ничего не было. «А где же цыплята?» – спросил Аладдин. «Вот», – сказал Магребинец. Он засунул руку в мешок и вынул оттуда блюдо с жареными цыплятами. «А вот и рис с медом, и вареные бобы, вот и виноград, и гранаты, и яблоки». Магребинец стал вынимать из мешка одно кушание за другим, а Аладдин, широко раскрыв глаза, смотрел на дядин волшебный мешок. «Ешь», – сказал Магребинец Аладдину. «В этом мешке есть всякие кушанья. Опусти в него руку и скажи. Хочу баранины, халвы, фиников, и все это у тебя будет». «Вот так чудо», – сказал Аладдин. «Хорошо бы моей матери иметь такой мешок». «Если будешь меня слушаться», – сказал Магребинец, «я подарю тебе много хороших вещей». «А теперь выпьем гранатового сока с сахаром и пойдем дальше». «Куда?» – спросил Аладдин. «Я устал и уже поздно. Пора домой». «Нет», – сказал Магребинец. «Нам нужно дойти сегодня вон до той горы. А когда мы вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок». Аладдину очень не хотелось идти, но, услышав про мешок, он тяжело вздохнул и сказал. «Хорошо, идем». Магребинец взял Аладдина за руку и повел к горе. «Солнце уже закатилось, и было почти темно. Они шли очень долго и пришли к подножью горы. Аладдину было страшно. Он чуть не плакал. «Набери тонких и сухих сучьев», – сказал Магребинец. «Надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего никто никогда не видел». Аладдину очень захотелось увидеть то, чего никто никогда не видел. Он забыл про усталость и пошел собирать хворост. Когда костер разгорелся, Магребинец вынул из-за пазухи коробочку и две дощечки и сказал. «О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь тебе и твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу». Он раскрыл коробочку и высыпал из нее в огонь какой-то порошок. «И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени. Желтые, красные, зеленые». «Слушай внимательно, Аладдин», – сказал Магребинец. «Сейчас я начну читать над огнем заклинания. А когда я кончу, земля предо мной расступится, и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Возьмись за кольцо и подними камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. «Спустись по ней и увидишь дверь. Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ, но не бойся. Как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Ты пройдешь три комнаты, а в четвертой увидишь старуху. Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться, иначе ты превратишься в черный камень. За четвертой комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полное золото и драгоценных камней. Возьми оттуда что хочешь. А мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок. А на обратном пути тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо. И он надел на палец Аладину маленькое блестящее колечко. Услышав о страшных зверях и чудовищах, Аладин очень испугался. Дядя, — спросил он Могребинца, — почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Иди сам за своей лампой меня отведи домой. Нет-нет, — сказал Могребинец, — никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Аладин, сыну портного Хасана. Слушайся меня, а не то тебе будет плохо. Аладин испугался еще больше и сказал, — Ну, хорошо, я принесу тебе лампу. Но только смотри, подари мне мешок. Подарю, подарю, — закричал Могребинец. Он подбросил в огонь еще порошку и начал читать заклинания. Он читал все громче и громче, и когда, наконец, выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля раступилась перед ними. Поднимай камень, — закричал Могребинец страшным голосом. Аладин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Он обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине ее виднелась узкая лестница. Аладин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку лестницы. — Ну, иди и возвращайся скорее, — крикнул Могребинец. Аладин быстро пошел вниз. Чем ниже он спускался, тем темнее становилось вокруг, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладин увидел широкую железную дверь. Толкнув ее, он вошел в большую полутемную комнату. И вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр молча бросился на Аладина, но Аладин дотронулся до него рукой, и он упал на землю мертвым. Аладину было очень страшно, но он пошел дальше. Он толкнул вторую дверь и невольно отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. Лев припал всем телом к земле и прыгнул прямо на Аладина. Но едва его передняя лапа задела голову мальчика, как лев упал на землю мертвым. Аладин от испуга весь вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение. Посреди комнаты, свернувшись калачиком, лежали две огромные змеи. Они подняли головы и, высунув длинные жалы, медленно поползли к Аладину. Но как только змеи коснулись руки Аладина своими жалами, их сверкающие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Аладин осторожно приоткрыл ее. Он просунул в дверь голову и увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки, с головы до ног закутанной в покрывало. Увидев Аладин, она бросилась к нему и закричала, «Наконец-то ты пришел, Аладин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье!» Аладин протянул к ней руки. Ему показалось, что это его мать. Он хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил, что если он до нее дотронется, то превратится в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он снова приоткрыл ее и увидел, что в комнате уже никого нет. Аладин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. На деревьях громко щебетали маленькие пестрые птички. Они не могли далеко улететь, им мешала тонкая золотая сетка, протянутая над садом. Все дорожки были усыпаны круглыми сверкающими камешками. Аладин бросился собирать камешки. Он запихивал их за пояс, за пазуху, в шапку. Он очень любил играть в камешки с мальчишками. Камни так понравились Аладину, что он чуть не забыл про лампу. Но когда камни некуда было больше класть, он вспомнил про нее и пошел в сокровищницу. Это была последняя комната в подземелье, самая большая. Там лежали кучи золота, серебра и драгоценностей. Но Аладин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и дорогим вещам. Он взял только лампу и засунул ее в карман. Затем он прошел обратно к выходу и с трудом забрался вверх, по лестнице. Дойдя до последней ступеньки, он громко крикнул. «Дядя, протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому не выбраться». «Дай мне сначала лампу», — сказал Могребинец. «Я не могу ее достать, она под камнями», — ответил ему Аладин. «Помоги мне выйти, и я дам тебе ее». Но Могребинец не хотел помочь Аладину. Он хотел получить лампу, а потом бросить Аладина в подземелье, чтобы никто не узнал хода в сокровищницу. Он начал упрашивать Аладина, но Аладин ни за что не соглашался отдать ему лампу. Он боялся растерять камешки в темноте и хотел скорее выбраться наверх. Когда Могребинец увидел, что Аладин не хочет отдать ему лампу, он страшно рассердился и закричал. «Ах так! Так ты не отдашь мне лампу? Оставайся в подземелье и умри с голоду!» Он бросил в огонь остатки порошка из коробочки, произнес какие-то слова, и вдруг камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладином. Этот Могребинец был вовсе не дядя Аладина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он узнал, что в Персии лежит под землей клад, и открыть этот клад может только мальчик Аладин, сын портного Хасана. Самое лучшее из всех сокровищ клада — это волшебная лампа. Она дает тому, кто возьмет ее в руки, такое могущество и богатство, какого нет ни у одного царя. Долго колдовал Могребинец, пока не узнал, где живет Аладин, и не нашел его. И вот теперь, когда лампа так близко, этот скверный мальчишка не хочет отдать ее. А ведь если он выйдет на землю, он может привезти сюда других людей, которые тоже захотят завладеть кладом. Пусть же клад не достанется никому. Пусть погибнет Аладин в подземелье. И Могребинец ушел обратно в свою волшебную страну — Ифрикию. Когда земля сомкнулась над Аладином, он громко заплакал и закричал «Дядя, помоги мне, дядя, выведи меня отсюда, я здесь умру!» Но никто его не слышал и не ответил ему. Аладин понял, что этот человек, который называл себя его дядей, обманщик и лгун. Он побежал вниз по лестнице, чтобы посмотреть, нет ли другого выхода из подземелья. Но все двери сразу исчезли, и выход в сад тоже был закрыт. Аладин сел на ступеньки лестницы, опустил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, который Могребинец надел ему на палец, когда спускал его в подземелье, земля задрожала, и перед Аладином появился страшный джинн огромного роста. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера. Глаза его метали искры, а посреди лба торчал громадный рог. «Чего ты хочешь?» спросил джинн громовым голосом. «Требуй, получишь!» «Кто ты, кто ты?» закричал Аладин, закрывая себе лицо руками, чтобы не видеть страшного джина. «Пощади меня, не убивай меня!» «Я Дахнаш, глава всех джинов!» ответил джинн. «Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой господин!» Аладин вспомнил о кольце, которое должно было его защитить, и сказал, «Подними меня на поверхность земли!» Не успел он договорить эти слова, как очутился наверху, около входа в подземелье. Уже настал день, и солнце ярко светило. Со всех ног побежал Аладин в свой город. Когда он вошел в дом, его мать сидела посреди комнаты и горько плакала. Она думала, что ее сына уже нет в живых. Едва Аладин захлопнул за собой дверь, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, а когда он очнулся, спросила, «Где ты пропадал? И что с тобой случилось? Где твой дядя? И почему ты вернулся без него?» «Это вовсе не мой дядя. Это злой колдун», сказал Аладин слабым голосом. «Я все расскажу тебе, матушка, но только сперва дай мне поесть». Мать накормила Аладина вареными бобами, даже хлеба у нее не было, и потом сказала, «А теперь расскажи мне, что с тобой случилось?» «Я был в подземелье и нашел там чудесные камни», сказал Аладин и рассказал матери все, что с ним было. Потом он заглянул в миску, где были бобы, и спросил, «Нет ли у тебя еще чего-нибудь поесть, матушка?» «Нет у меня ничего, дитя мое. Ты съел все, что я сварила, и на сегодня, и на завтра. Я так беспокоилась и тебе, что совсем не могла работать, и у меня нет пряжи, чтобы продать ее на рынке». «Не горюй, матушка», сказал Аладин, «у меня есть лампа, которую я взял в подземелье. Правда, она старая, но ее все-таки можно продать?» Он вынул лампу и подал ее матери. Мать взяла ее, смотрела и сказала, «Пойду почищу ее и снесу на рынок. Может быть, за нее дадут столько, что нам хватит на ужин». Она взяла тряпку и кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой, земля вдруг задрожала, и появился ужасный джем. Мать Аладина закричала и упала без памяти. Аладин услышал крик, он выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле, лампа валяется с ней рядом, а посреди двора стоит джин такого огромного роста, что головы его не видно, а туловище заслоняет собой солнце. Как только Аладин поднял лампу, раздался громовой голос джина. «О, владыка лампы, я к твоим услугам, приказывай, получишь!» Аладин уже начал привыкать к джинам и не слишком испугался. Он поднял голову и крикнул как можно громче, чтобы джин его услышал. «Кто ты, джин, и что ты можешь делать?» «Я Маймун Шахмураша. Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой», ответил джин. «Требуй от меня, чего хочешь. Если тебе угодно, чтобы я разрушил город или построил дворец, приказывай!» Когда он заговорил, мать Аладдина пришла в себя. Увидя джин, она снова закричала от ужаса, но Аладдин приставил руку ко рту и крикнул. «Принеси мне две жареные курицы и еще что-нибудь хорошее, а потом убирайся, а то моя мать тебя боится!» Джин исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной снедью. На нем стояло двенадцать золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и два кувшина с водой. Аладдин с матерью начали есть и ели, пока не насытились. «О, матушка!» сказал Аладдин, когда они поели. «Эту лампу надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство». «Делай, как знаешь», сказала мать. «Но только я не хочу больше видеть этого страшного джинна». Через несколько дней Аладдину с матерью опять стало нечего есть. Тогда Аладдин взял золотое блюдо, пошел на рынок и продал его за сто золотых. С тех пор Аладдин каждый месяц ходил на рынок и продавал по одному блюду. Он узнал цену дорогим вещам и понял, что каждый камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже, чем любой драгоценный камень, какой можно найти на земле. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, вышел на площадь Глашатый и закричал «Заприте лавки и войдите в дома, пусть никто не смотрит из окон. Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее». Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади. Аладдину очень захотелось поглядеть на царевну. Все в городе говорили, что красивее ее нет девушки на свете. Аладдин быстро прошел в баню и спрятался за дверью, так, что никто не мог его увидеть. Вся площадь вдруг опустела. Скоро вдали показалась толпа девушек на серых мулах под золотыми седлами. А посреди них медленно ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других и самая красивая. Это и была царевна Будур. Она слезла с мула и, пройдя в двух шагах, от Аладдина вошла в баню. Аладдин побрел домой, тяжко вздыхая. Он не мог забыть о красоте царевны Будур. «Правду говорят, что она красивее всех девушек», думал он. «Если я не женюсь на ней, я умру». Придя домой, он бросился в постель и пролежал до вечера. Когда мать спрашивала его, что с ним, он только махал на нее рукой. Наконец, она так пристала к нему, что он не выдержал и сказал, «О, матушка, я хочу жениться на царевне Будур. Пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж». «Что ты говоришь?» воскликнула старуха. «Тебе, наверное, напекло солнцем голову? Разве слыхано, чтобы сыновья портных женились на дочерях султанов? Поужинай лучше и усни. Завтра ты и думать не станешь о таких вещах. Не хочу ужинать, хочу жениться на царевне Будур», закричал Аладдин. «Пожалуйста, матушка, пойди к султану и посватай меня». «Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой», сказала мать Аладдина. Но Аладдин упрашивал ее до тех пор, пока она не согласилась. «Ну, хорошо, сынок, я пойду», сказала она. «Но ты ведь знаешь, что к султану не приходят с пустыми руками? А что я могу ему принести хорошего?» Аладдин вскочил с постели и крикнул. «Не беспокойся об этом, матушка. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок султану. У него, наверное, нет таких камней, как мои». Аладдин схватил самое большое блюдо и доверху наполнил его драгоценными камнями. Его мать взглянула на них и закрыла глаза рукой. Так ярко сверкали эти камни. «С таким подарком, пожалуй, не стыдно идти к султану», сказала она. «Не знаю только, повернется ли у меня язык сказать то, о чем ты просишь». «Но я наберусь смелости и попробую». «Попробуй, матушка», сказал Аладдин. «Иди поскорее». Мать Аладдина покрыла блюдо тонким шелковым платком и пошла ко дворцу султана. «Как я буду говорить с султаном о таком деле?» думала она. «Кто мы такие, чтобы свататься к дочери султана? Я простая женщина, а мой муж был бедняком. И вдруг Аладдин хочет стать зятем великого султана? Хм, нет, не хватит у меня смелости просить об этом. Конечно, султану, может быть, и понравятся наши драгоценные камни, но у него их, наверное, и так много. Хорошо, если меня только поколотят и выгонят из дворца, лишь бы не засадили в подземелье». Так она говорила про себя, направляясь во дворец султана по улицам города. Прохожие с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье, которую никто до сих пор не видел около дворца султана. Мальчишки прыгали вокруг и дразнили ее, но старуха ни на кого не обращала внимания. Она была так бедно одета, что привратники у ворот дворца попробовали даже не пустить ее внутрь. Но старуха сунула им монету и проскользнула во двор. Скоро она пришла во дворец и стала в самом дальнем углу. Было еще рано и никого не было, но понемногу дворец наполнился вельможами и знатными людьми в пестрых халатах. Султан пришел позже всех, окруженный неграми с мечами в руках. Он сел на трон и начал разбирать дела и принимать жалобы. Самый высокий раб стоял с ним рядом и отгонял от него мух большим павлиньим пером. Когда все дела были кончены, султан махнул платком. Это означало конец. и ушел, опираясь на плечи негров. Мать Алазина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. На другой день она опять пришла во дворец и снова ушла, ничего не сказав султану. Она пошла и на следующий день и скоро привыкла каждый день ходить во дворец. Наконец султан заметил ее и спросил своего визиря, кто эта старая женщина и зачем она приходит сюда? Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу. Визирь подошел к матери Аладина и крикнул, эй, старуха, поди сюда, если у тебя есть какая-нибудь просьба, султан ее исполнит. Мать Аладина задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюда. Визирь подвел ее к султану и она низко поклонилась ему, а султан спросил ее, почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Скажи, что тебе нужно? О, владыка султан, мой сын Аладин от души шлет тебе в подарок эти камни и просит тебя отдать ему в жены твою дочь, царевну Будур. Она сдернула с блюда платок и весь дворец осветился. Так засверкали камни. О, визирь, сказал султан, видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нет, о, владыка султан, не видел. Отвечал визирь. Султан очень любил драгоценности, но у него не было ни одного камня, подобного тем, который прислал ему Аладин. Помолчав, султан продолжал, я думаю, что человек, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Каково твое мнение, визирь? Когда визирь услышал эти слова, он позавидовал Аладину великой завистью. У него был сын, которого он хотел женить, на царевне Будур, и султан уже обещал ему выдать Будур замуж за его сына. Но владыка султан, ответил визирь, не следует отдавать царевну за человека, которого ты даже не знаешь. Может быть, у него ничего нет, кроме этих камней. Пусть он подарит тебе еще сорок таких же блюд, наполненных драгоценными камнями, и сорок невольниц, чтобы нести эти блюда, и сорок рабов, чтобы их охранять. Тогда мы узнаем, богат он или нет. А про себя визирь подумал. Невозможно, чтобы кто-нибудь мог все это добыть. Аладдин будет бессилен это сделать, и султан не отдаст за него свою дочь. Ты хорошо придумал, визирь, воскликнул султан, и сказал матери Аладдина. Ты слышала, что говорит визирь? Иди передай своему сыну, если он хочет жениться на моей дочери. Пусть присылает сорок золотых блюд с такими же камнями, сорок невольниц и сорок рабов. Мать Аладдина поклонилась и вернулась домой. Увидя, что у матери нет в руках блюда, Аладдин сказал, говорила с султаном. Что же он ответил тебе? Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним, ответила старуха. Послушай только, что он мне сказал. И она передала Аладдину слова султана. Но Аладдин засмеялся от радости и воскликнул, успокойся, матушка, это самое легкое дело. Он взял лампу и потер ее. Когда мать увидела это, она бросилась в кухню, чтобы не видеть джина. А джин тотчас появился. О, господин, я к твоим услугам. Чего ты хочешь, требуй, получишь. Мне нужно сорок золотых блюд, наполненных драгоценными камнями, сорок невольниц, чтобы нести эти блюда, и сорок рабов, чтобы их охранять, сказал Аладдин. «Будет исполнено, о, господин», ответил маймун, раб лампы. «Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Приказывай». «Нет, сделай то, что я тебе сказал», ответил Аладдин. И раб лампы скрылся. Скоро он появился снова. За ним шли сорок прекрасных невольниц, каждая держала на голове золотое блюдо с драгоценными камнями, а за невольницами шли рослые красивые рабы с обнаженными мечами в руках. «Вот то, что ты требовал», сказал джин и скрылся. Тогда мать Аладдина вышла из кухни и осмотрела рабов и невольниц. Потом радостная и гордая она повела их ко дворцу султана. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Стража во дворце застыла от изумления, когда увидела этих рабов и невольниц. Мать Аладдина привела их прямо к султану. Все они поцеловали землю перед султаном и, сняв блюдо с головы, поставили их в ряд. «О, визирь, сказал султан, каково твое мнение? Разве не достоин тот, кто имеет такое богатство, стать мужем моей дочери, царевной Будур?» «Достоин, о, владыка», отвечал визирь, тяжело вздыхая. «Пойди передай твоему сыну, сказал султан матери Аладдина, что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур. Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться». Мать Аладдина торопливо поклонилась султану и побежала домой, так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Она прибежала к Аладдину и закричала «Радуйся, сынок, султан принял твой подарок и согласен, чтобы ты стал мужем царевны». Он сказал, «А ты при всех! Иди сейчас во дворец, султан хочет с тобой познакомиться». «Сейчас я пойду к султану», сказал Аладдин, «А теперь уходи, я буду разговаривать с джинном». Аладдин взял лампу, потер ее и тотчас появился маймун, раб лампы. Аладдин сказал ему, «Приведи мне сорок восемь белых невольников, это будет моя свита, и пусть двадцать четыре невольника идут впереди меня, а двадцать четыре сзади, и еще доставь мне тысячу золотых и самого лучшего коня». «Будет исполнено», сказал джинн и скрылся. Он достал все, что велел ему Аладдин и спросил, «Чего ты хочешь ты, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу». «Нет, пока не надо», сказал Аладдин. Он вскочил на коня и поехал к султану. На рыночной площади, где было много народу, Аладдин достал из мешка горсть золота и бросил его в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты, а Аладдин бросал и бросал золото, пока его мешок не опустел. Он подъехал ко дворцу, и все вельможи и приближенные султана встретили его у ворот и проводили вовнутрь. Султан поднялся ему навстречу и сказал, «Добро пожаловать, Аладдин. Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен. Все ли ты приготовил к свадьбе?» «Нет, еще у владыка, султан», ответил Аладдин. «Я не выстроил для царевны Будур дворца». «А когда же будет свадьба?» спросил султан. «Ведь дворец скоро не выстроишь». «Не беспокойся, султан», сказал Аладдин. «Подожди совсем немного». «А где ты собираешься построить дворец?» спросил султан. «Не хочешь ли ты выстроить его перед моими окнами, вот на этом пустыре?» «Как тебе будет угодно, султан», ответил Аладдин. Он простился с султаном и уехал домой вместе со своей свитой. Дом он взял лампу, потер ее, и когда появился Джин Маймун, сказал ему, «Построй мне дворец, да такой, какого еще не было на земле. Можешь ты это сделать?» «Могу», воскликнул Джин голосом, подобным грому. «К завтрашнему утру будет все готово». И в самом деле, на следующее утро среди пустыря возвышался великолепный дворец. Стены его были воздвигнуты из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Аладдин обошел все комнаты и сказал Маймуну, «Знаешь, Маймун, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну и пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он захочет построить ее сам и не сможет этого сделать. Тогда он увидит, что я сильнее и богаче его». «Хорошо», сказал Джин, и махнул рукой. Колонна тотчас исчезла, как будто ее и не было. «Ну, а теперь, сказал Аладдин, я пойду и приведу сюда султана». А султан утром подошел к окну и увидел дворец, который так блестел и сверкал, что на него было больно смотреть. Султан приказал позвать визиря и показать ему дворец. «Ну, визирь, что скажешь?» спросил он. «Достоин ли быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец?» «О, владыка, султан!» закричал визирь. «Разве ты не видишь, что этот Аладдин колдун? Берегись, как бы он не отобрал у тебя твое царство». «А, ты говоришь, это из зависти!» сказал ему султан. В это время вошел Аладдин и, поклонившись султану, попросил его осмотреть дворец. Султан с визирем обошли дворец, и султан не уставал восхищаться его красотой. Наконец, Аладдин привел гостей к тому месту, где Маймун сломал колонну. Визирь сейчас же заметил, что не хватает одной колонны и закричал «Дворец недостроен! Одной колонны здесь не хватает!» «Не беда!» сказал султан, «Я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя». «Лучше не пробуй, султан!» тихо сказал ему визирь. «Тебе это не под силу, посмотри! Эти колонны такие высокие, что не видно, где они кончаются, и они сверху донизу выложены драгоценными камнями». «Замолчи, визирь!» гордо сказал султан. «Неужели я не могу поставить одну такую колонну?» Он велел созвать всех камнетесов, какие были в городе, и отдал им свои драгоценные камни, но их не хватало. Узнав об этом, султан рассердился и крикнул «Откройте главную казну! Отберите у моих подданных все драгоценные камни! Неужели всего моего богатства не хватит на одну колонну?» Но через несколько дней строители пришли к султану и доложили, что камней и мрамора хватило только на четверть колонны. Султан велел отрубить им головы, но колонну все-таки не поставил. Узнав об этом, Аладдин сказал султану «Не печалься, султан, колонна уже стоит на месте, и я возвратил все драгоценные камни их владельцам». В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладдина и царевны Буддур. Аладдин с женой стали жить в новом дворце, а Магребинец вернулся к себе в Эфрикию и долго горевал и печалился. Только одно утешение осталось у него. Раз Аладдин погиб в подземелье, значит лампа находится там же. Может быть мне удастся завладеть ею без Аладдина, думал он. И вот однажды он захотел убедиться, что лампа Целая находится в подземелье. Он погадал на песке и увидел, что лампы в подземелье больше нет. Магребинец испугался и стал гадать дальше. Он увидел, что Аладдин спасся из подземелья и живет в своем родном городе. Быстро собрался Магребинец в путь и поехал через моря и горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и наконец прибыл в город, где жил Аладдин. Магребинец пошел на городской рынок и стал слушать, что говорят люди. На рынке только было разговоров, что об Аладдине и его дворце. Магребинец походил, послушал, а потом подошел к продавцу холодной воды и спросил его, кто такой этот Аладдин, о котором здесь все говорят. «Сразу видно, что ты нездешний», ответил продавец, «иначе ты знал бы, кто такой Аладдин. Это самый богатый человек во всем мире, а его дворец настоящее чудо». «Возьми этот золотой и окажи мне услугу, я и вправду чужой в городе, и мне хотелось бы посмотреть на дворец Аладдина, проводи меня к этому дворцу». Продавец воды привел Могребинца ко дворцу и ушел. А Могребинец обошел вокруг дворца и осмотрел его со всех сторон. «Да, такой дворец мог построить только Джен, раб лампы». «Наверное, лампа находится в этом дворце», подумал он. Долго раздумывал Могребинец, как завладеть лампой, и, наконец, придумал. Он пошел к Меднику и сказал ему, «Сделай мне десять медных ламп, только поскорее. Вот тебе пять золотых в задаток». «Слушаю, повинуюсь», ответил Медник. «Приходи вечером, лампы будут готовы». Вечером Могребинец получил десять новеньких медных ламп, блестевших как золотые. Как только рассвело, он стал ходить по городу громко крича, «Кто хочет обменять старые лампы на новые, у кого есть старые медные лампы, меняю на новые». Народ толпой ходил за Могребинцем, а дети прыгали вокруг него и кричали, «Сумасшедший, сумасшедший!» Но Могребинец не обращал на них внимания. Наконец он пришел ко дворцу. Аладдина в это время не было дома, он уехал на охоту, и во дворце была только его жена, царевна Будур. Услышав крик Могребинца, Будур послала слугу узнать, в чем дело. Слуга вернулся и сказал ей, «Это какой-то сумасшедший, он меняет новые лампы на старые». Царевна Будура смеялась и сказала, «Хорошо бы узнать правду, он говорит, или обманывает, нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы?» «Есть, госпожа», сказала одна служанка, «я видела в комнате господина нашего, Аладдина, медную лампу, она вся позеленела и никуда не годится». «Принеси эту лампу», приказала Будур, «отдай ее этому самому сумасшедшему, и пусть он даст нам новую». Служанка вышла на улицу и отдала Магребинцу волшебную лампу, а взамен получила новенький медный светильник. Магребинец очень обрадовался, что его хитрость удалась, и спрятал лампу за пазуху. Потом он купил на рынке осла и уехал. Выехав за город, Магребинец потер лампу, и когда Джин Маймун явился, крикнул ему, «Хочу, чтобы ты перенес дворец Аладдина и всех, кто в нем находится, в Эфрикию, перенеси туда». «Будет исполнено», сказал Джин. «Закрой глаза и открой глаза, дворец будет в Эфрикии». «Поторопись, Джин», сказал Магребинец. И не успел он договорить, как увидел себя в своем саду в Эфрикии у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром, выглянул в окно и вдруг видит. Дворец исчез. Султан протер глаза и даже ущипнул себя за руку, чтобы проснуться. Но дворца нет, как нет. Султан не знал, что и подумать. Он начал громко плакать, стонать. Он понял, что с царевной Будур случилась какая-то беда. На крики султана прибежал визирь и спросил, «Что с тобой случилось, султан? Чего ты плачешь? Разве ты ничего не знаешь?» закричал султан. «Ну так взгляни в окно. Где дворец? Где моя дочь?» «Не знаю, о владыка султан!» ответил испуганный визирь. «Привезти сюда Аладдина!» закричал султан. «Я отрублю ему голову!» В это время Аладдин как раз возвращался с охоты. Слуги султана вышли на улицу и побежали ему навстречу. «Прости нас, Аладдин!» сказал один из них. «Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привезти к нему. Мы не можем ослушаться султана!» «За что султан рассердился на меня?» спросил Аладдин. «Я не сделал ему ничего дурного». Позвали кузнеца и он заковал ноги Аладдина в цепи. Вокруг Аладдина собралась целая толпа. Жители что султан хочет отрубить ему голову, все сбежались ко дворцу. А султан велел привезти Аладдина к себе и сказал ему «Правду говорит мой визирь, что ты колдун и обманщик! Где твой дворец и где моя дочь Будур?» «Не знаю, у владыка султан!» ответил Аладдин. «Я ни в чем перед тобой не виноват!» «Отрубить ему голову!» крикнул султан. вышел палач. Когда жители города увидели палача, они обступили Аладдина и послали сказать султану «Если ты не помилуешь Аладдина, мы разрушим твой дворец и перебьем всех, кто в нем находится!» «Освободи Аладдина! А не то тебе придется очень плохо!» Султан испугался, позвал Аладдина и сказал ему «Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ, но если ты не отыщешь мою дочь, я все-таки отрублю тебе голову, даю тебе сроку сорок дней!» «Хорошо», сказал Аладдин и ушел из города. Он не знал куда ему идти и где искать царевну Буддур и с горя решил утопиться. Дошел до большой реки и сел на берегу грустный и печальный. Задумавшись он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо и вспомнил, что это то самое колечко, которое надел ему на палец Магребенец. Аладдин совсем забыл про это кольцо. Он потер его и перед ним явился джинн Дахнаш. «О, владыка кольца, я перед тобой», проговорил он, «чего ты хочешь, приказывай». «Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место». сказал Аладдин. Но джинн, слуга кольца, опустил голову и ответил, «О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб лампы, и только он один может его перенести. Потребует меня чего-нибудь другого». «Если так», сказал Аладдин, «снеси меня туда, где стоит сейчас мой дворец». «Закрой глаза и открой глаза», сказал джинн. Аладдин закрыл, а потом открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он сбежал по лестнице и увидел Будур, который горько плакал. Увидев Аладдина, она вскрикнула и заплакала еще громче, теперь уже от радости. Она рассказала Аладдину обо всем, что с ней случилось, а затем сказала, «Этот Могребинец много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж, но я не слушаю Могребинца, а все время плачу о тебе». «А где он спрятал волшебную лампу?» спросил Аладдин. «Он никогда с ней не расстается и всегда держит при себе», ответила Будур. «Слушай, Будур», сказал Аладдин, «если Могребинец опять придет к тебе, будь с ним по-ласкри, попроси его поужинать с тобой, и когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино вот этот сонный порошок. Как только он заснет, я войду в комнату и убью его». «Он уже скоро должен прийти», сказала Будур. «Иди за мной, я тебя спрячу в темной комнате, а когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь». Едва Аладдин успел спрятаться, как в комнату Будур вошел Могребинец. Она весело встретила его и приветливо сказала, «О, господин мой, подожди немного, я принаряжусь, а потом мы с тобой вместе поужинаем». Могребинец вышел, а Будур надела свое лучшее платье и приготовила кушанье и вино. Когда колдун вернулся, Будур сказала, «О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу». «Хорошо», ответил ей Могребинец. Будур начала его угощать и поить вином. Когда он немного опьянел, она сказала ему, «Дай мне твой кубок, я топью из него глоток, а ты выпей из моего». И Будур подала Могребинцу кубок вина, в который она подсыпала сонного порошка. Могребинец выпил его и сейчас же упал, сраженный сном, а Будур хлопнула в ладоши. Аладдин только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил мечом голову Могребинцу. А затем он вынул у него из-за пазухи лампу, потер ее и сейчас же появился Маймун, раб лампы. «Отнеси дворец на прежнее место», приказал ему Аладдин. Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. Он сейчас же побежал во дворец своего зятя, где Аладдин с женой встретили его на лестнице, плача от радости. Султан попросил у Аладдина прощения за то, что хотел отрубить ему голову. Аладдин долго и счастливо жил в своем дворце вместе с женой и матерью, пока не пришла к ним смерть и не забрала их к себе. Субтитры Субтитры